здравствуйте друзья сегодня у нас 28 декабря среда как всегда последнее известие сегодня но для начала я хотел бы сделать объявление или так посоветоваться с вами организационных делах я хотел бы завтра провести прямой стрим подведение итогов года но я отвечу на ряд ваших вопросов думаю провести это учитывая разницу во времени между вашингтоном и киевом 7 часов думаю провести это в 9 часов по киевскому времени если есть какие-то связи со светом проблемами и так далее если есть какие-то логистические пожелания сдвинуть на час туда или сюда пожалуйста дайте мне знать и я тогда значит приму решение и окончательно примерно часа мы сегодня к вечеру я напишу когда именно начнется это этот стрим в этой связи прошу значит опять таки я подведу итоги возможности кратко потому что говорил целый год вы уже знаете эти итоги не хуже меня ну тем не менее а потом отвечу на ваши вопросы поэтому пришлите вопросы которые вас интересуют и отберу самые такие глобальные самые интересные ну и постараюсь ответить на вживую на те вопросы которые вы поставите завтра я специально попрошу моего сына чтобы он мне в этом плане помог он будет следить отбирать их присылать мне и таким образом поработаем закончим этот год и подготовимся к следующему нас ждут как говорил одному западноевропейскому философу графу его слуга вставайте граф вас ждут великие дела нас ждут великие дела тем временем тем временем разгорается то ли скандал то ли сенсация пару дней назад вельзевул внешней политики россии я имею ввиду лавров этот повелитель мух и исчаде ада заявил о том что ужасные американцы готовили покушение на путина тут масса масса вопросов как это произошло и почему он сейчас об этом заявил потому что корни этого всего они возникли еще проросли еще месяца три назад сейчас я вам расскажу итак где-то в начале двадцатых чисел сентября путин очередной раз потрес потряс своими ядерными причиндалами типа вот если вы то мы не постоим готовы применить ядерное оружие это он угрожал америке и вот буквально через неделю после этого в еженедельнике newsweek американском выходит такая статья ее здесь особо и не заметили которые обсуждались вопросы не один вопрос а что делать с путиным связи с его ядерными угрозами ну и там отмечала что путин вот очередной раз там угрожает что делать но тут же представители разведсообщества анонимно сообщили журнала что они не ожидают что путин действительно применит ядерное оружие в частности в украине тактическая и они рассматривают эти угрозы как сигнал америки что не надо военные действия переносить на российскую территорию то есть это типа красная линия тем не менее значит возникли некоторые разночтения и разные точки зрения на того на то как отвечать путину на подобное демарши и тут согласно статье появились различия в подходе администрации байдена во главе с самим байденом и видимо его представителем советником по нацбезопасности салливаном и военным руководством страны байден якобы и белый дом выступали за то что даже если путин применит ядерное оружие тактическое то надо ему отвечать конвенциальным оружием потому как его мощь и те задачи которые по она может решать она сравнимо с ядерным оружием а может быть более эффективно в том смысле что она не переводит войну или конфликт плоскость всеобщей термоядерной войны которая погубит все на земном шаре военные высказались несколько иначе они согласились с тем что не надо доводить тело до термоядерной всеобщей войне войны это правильно кто бы возражал но на ядерные угрозы нужно отвечать ядерными угрозами и это по мнению военных это не приводит приближает конфликт не делает его более близкими опасным а наоборот это разъяснение ситуации то есть чтобы он ясно понимал сидел кремлевский сиделец что его ждет или чтобы он прекратил болтать о ядерном оружии или же должен сдать все что значит его ждет если это произойдет ну и дальше дальше было по буквально вот одновременно вышла эта статья и одновременно помощник по нацбезопасности джек салливан появился в воскресенье сразу на трех крупнейших каналах американского телевидения где он высказался по поводу того что значит планирует делать администрация по его словам если россия перейдет эту я эту черту применит ядерное оружие соединенные штаты ответит решительно и по его словам администрация байдена подробно описала что именно это будет означать и она это описала через под дипломатическим каналом и передала это все кремлю ну что именно решительное чем они пригрозили салливан не стал развивать но в статье в ньюзуике говорилось о наборе мер которые администрация в результате консультации с пентагоном с разведывательным сообществом решила вот что это может можно применить в ответ на ядерное оружие к ним относилась применение космического оружия применение кибероружия применение использования обычных конвенциальных видов вооружения а также сил специальных операций и речь шла о том чтобы при помощи вот этого набора нанести удар в самое сердце кремля я практически цитирую в сердце кремля и и поразить путина то всего как короче фигурально не не фигурально выражаясь я прямо говоря его обезглавить страну уничтожить путина и так еще раз набор который американцы считают им достаточно для того чтобы решить этот вопрос не прибегая к атомной бомбе космическое оружие кибероружие конвенциальное оружие и силы специальных операций то ли спец спецназ но и одновременно одновременно военные на этом не остановились они все-таки настояли что вас там кричат о ядерном оружии давайте мы свое оружие приведем правда разве сообщество подчеркивалось американское о том что после этих угроз путина ни разу не было признаков того что россия предпринимает какие-то реальные меры хотя бы для приведения своих ядерных сил повышенной боеготовности это разумно это правильно потому что это уже это уже значит предпринимать такие меры то значит уже напрашиваться на ответный упреждающий удар и тем не менее значит американцы предприняли некоторые маневры со своими ядерными силами в частности это включало перемещение какое именно не указывалось но перемещение атомных подводных лодок со стратегическими ракетами на борту учение бомбардировщиков б-52 соответствующая обработка соответствующих ударов операции ну и перемещение самолетов то есть самолеты перемещение их отдельно перед дислокация а учение б-52 это отдельно вот такая это была статья статья была 29 сентября речь о обезглавливании россии чтобы убить путина в самом сердце кремля вот цитата но и проходит проходит фактически три месяца и вдруг лавров раздражается вот этой жалобой ни с того ни сего что произошло за эти три месяца ну надо отметить что кремле видимо прочитали эту статью долго думали но ядерная риторика насколько я помню она напрочь исчезла путин больше не угрожал во всяком случае в таких выражениях как он делал это до того я также заметил вот последние три месяца существенное то что смягчение даже исчезновение вот это потрясанием ядерной дубинки самых одиозных во всяком случае пропагандистских каналов программ российского кремлевского пропагандистского телевидения как-то они все это быстренько свернули и спустили на тормозах седьмого только 7 декабря по моим подсчетам путин более-менее внятно высказался по вопросу ядерного оружия публично и вот что он сказал 7 доября то есть 20 числах сентября это было мы не за нами не постоит мы применим ядерное оружие если посочнем необходимым 7 7 декабря это звучит так мы не собираемся размахивать ядерным оружием как бритвой бегать там по всей по всему земному шару и размахивать вся ядерная стратегия россии имеет исключительно защитные функции и она настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара то есть по нам наносит удар ну и тогда мы наносим удар ну это собственно говоря традиционная формула ядерного сдерживания которое применялось в основном ходы в годы холодной войны хотя и были нюансы у американцев был нюанс в европе в случае нападения советского союза они готовы были применить первое оружие ядерное оружие первыми тактическое для этого там до сих пор 150 примерно 150 ядерных бомб находится в европе ну то есть вот это одна статья newsweek произвела по моим наблюдениям отрезляющий эффект это хорошо она также опять-таки лично мне я не сомневаюсь что и другим людям ответственным в вашингтоне которые принимают соответствующие решения в этой области она также это реакция вот этому кремля объяснила что путин он он только прикидывается сумасшедшим то есть совсем сумасшедшим от мороженого на самом деле нет в том плане нет в том плане что жизнь ему дорога он не полностью сбрендил до такой степени что готов нажать на красную кнопку и уничтожить весь мир вместе с собой человек хочет жить это тот инстинкт на который вот для меня он был критически важен когда я вообще размышлял с начала войны на что он способен и куда пойдут военные действия вот для меня то есть я утратил после 24 числа надежду на его рациональность принятия решений и делал ставку на его животный инстинкт вот этот самый главный слава богу получается что он у него есть ну и это открывает дополнительные возможности для маневра поскольку до сих пор опасение о том что он окончательно сбрендил и может нажать на красную кнопку конкретно применить ядерное оружие в украине это было основным сдерживающим фактором для администрации сша при принятии решений а что дальше делать в украине в плане оказания помощи и номенклатуры тех видов вооружения которые можно передать ну и видимо в этой связи недавно я прочитал недавно это значит вчера статью написанную генерал-лейтенантом оберингом третьим генри оберинг до ненавнего времени до ухода в отставку он был директором агентством противоракетной обороны то есть человек командовал системой противоракетной и противовоздушной обороны соединенных штатов америки важнейший пост в стране и вот что он говорит ну в основном статья то его конкретный повод это угроза того что из ирана должны поступить согласно опасениям дополнительные дроны а также самое главное баллистические ракеты баллистические ракеты фатех и зольфагар генерал пишет что ну с дронами пву украины из той обороны которые то есть тем с тем оружием всеми системами пву которые уже имеются и которые еще будут поставлены то есть в со уже как то начало весьма эффективно справляться с дронами но вот эти баллистические ракеты это совсем другое дело это то что американцы называют game changer то есть это то что может изменить ход игры ну хотя бы потому что боеголовки у них не так как у шахеда который 40 килограммовую балоголовку несет или заряд а эти ракеты значит фатех 500 килограмм зольфагар 600 килограмм боеголовка ну и плюс те системы которые есть в распоряжении украины настоящее время они пока но по большому счету не проходили испытания я скажу так но в массовом масштабе что ли в плане противодействия баллистическим ракетам врагам в этой связи генерал цитирует высказывание представителя по связям с общественностью ввс украины юрия игната которым сказал что украины нет эффективной защиты от баллистических ракет в этой связи генерал предлагает что украина соединенные штаты должны подготовить целый пакет новых видов вооружений поставить их украины которые позволят причем сделать это не дожидаясь пока эти ракеты поступят из ирана в россии то есть делайте то что американцы говорят про актив сыграть на опережение ну первый шаг в этом плане был уже сделан это ракета патриот кроме того генерал предложил поставить армейский тактический ракетный комплекс mgm 140 это оружие класса поверхность поверхность которая способна поражать цели на расстоянии около 300 километров и боеголовка у них составляет 200 килограмм взрывчатого вещества ну и также он предложил поставить ракеты атакамс которая он считает необходимой для того чтобы поражать места дислокации то есть места пуск где работают расположены возможно пусковые установки этих ракет ну и вот это идет в развитие того понимания которое произошло что кремлевский сиделец не окончательно сбрендил и реально тактическое ядерное оружие это блеф реально он не собирается и боится его пример применять применять таким образом вот вот эта статья весьма авторитетного генерала свидетельства о том что и военных кругах соединенных штатов а следовательно она должна транслироваться через них и в белый дом что нужно и вообще это это эти решения они стоят на повестке дня в связи с планами россии приобрести совершенно новые системы вооружений применить их в украине надо что-то делать идея состоит в том что надо снять те ограничения которые сама америка наложила на себя в плане атакам что не надо переносить войну на территорию россии то есть медленно но верно сша двигаются в сторону принятия решений в частности по атакам но это еще не все это ожидая ожидая возможные поставки или работая потому чтобы решить вопрос с этими баллистическими ракетами соединенные штаты согласно new york times предпринимает целый ряд действий первое они работают над тем чтобы вообще не допустить этих поставок и по недавним сообщениям в этом направлении они работают с израилем то есть недавно произошла встреча на уровне советников безопасности президента байдена сальвана с израильскими представителями это регулярная встреча в рамках которых американцы и израильтяне решает вопрос что делать с угрозой приближающейся угрозой создания ираном атомной бомбы и теперь то есть это важнейший вопрос который обсуждает эти две страны на своих совещаниях и впервые на последнем совещании суда же был включен вопрос о том как не допустить поставку новых дронов а также баллистических ракет ирана в россию ну подчеркивается что израиль имеет очень большой опыт в этом области противодействия планом ирана по производству там новейших видов вооружений у него там сильные разведывательные возможности но и вот в этом направлении значит ведется координация работы второе предпринимается дополнительные меры по поводу того чтобы не допустить утечку в ран тех технологических компонентов которые необходимы для производства этих ракет но здесь есть свои сложности конечно когда израиль и соединенные штаты предпримут дополнительные меры это уже хорошо но есть определенная проблема которая заключается в том что иран давно находятся под санкциями и тем не менее имеет возможность производить эти ракеты производить дроны это обнаруживается даже американские компоненты как недавно стало известно то есть иран научился обходить всевозможные санкции поэтому это не панацея контроль за экспортом или поступлением изделий высочайшей высокой технологии в иран стопроцентно получается перекрыть невозможно в этой связи соединенные штаты работают над тем чтобы модифицировать или модернизировать свою систему раннего обнаружения уже сейчас американцы якобы оставили в ссу системы обнаружения которые позволяют определять места откуда производятся пуски дронов в си же можно будет применять и для определения места пуска баллистических ракет если они там появятся в россии они запускаются с российской территории то есть они обнаруживаются и по ним находится наносится удар то есть еще раз подчеркиваю это перенесение уже войны боевых действий на территорию россии причем упреждающая речь идет не о том чтобы ждать пока оттуда будут запущены дроны и баллистические ракеты а чтобы уничтожать их до того как произойдет пуск но россия научилась перемещать эти дроны постоянно и есть опасения и предположения что также они будут поступать и с баллистическими ракетами то есть это движущие цели в этой связи американцы срочно модернизируют и делают апгрейд то есть совершенствует свою систему раннего обнаружения специально для этой цели чтобы обнаруживать и поражать а для поражения необходимые ракеты о которых и заряды о которых я вам только что сказал то есть вот это для меня статья нью-йорк-таймс который рассказывает о том как американцы совершенствует свою систему раннего обнаружения для определения целей более точного конкретного на территории россии а зачем их для того чтобы заранее нанести по ним удар а для этого нужны атакам плюс еще вот как я вам сказал ракета которая мгм мгм 140 которые как предполагается должны быть поставлены в украину то есть сожалению медленно но поезд все таки движется еще одна сенсация которая потрясла интернет пространство во всяком случае я слышал в пабликах хотя и особенно в соцсетях я только недавно открыл кстати хочу вам сказать кто не слышал я открыл свою страницу наконец-то в фейсбуке перед этим пришлось закрыть не менее десятка фейковых аккаунтов там моя имя фамилия моя фотография все как будто это мои страницы пришло пришлось их закрыть но они опять растут как грибы буду закрывать дальше ну вот то есть у меня единственный вот этот канал и на фейсбуке поэтому пока по пабликам по телеграм-каналам так далее я не 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 шастаю но тем не менее значит донесли слухи что по всем этим соцсетям ходит ходит статья или ее пересказ о том что соединенные штаты америки цру через европейское через какой-то спецслужбу одной из европейских стран нато руководит целой сетью террористов сабо саботажников или диверсантом назовем их диверсантом на территории российской федерации которые осуществляют осуществляют там диверсионные акты вот эти все поджоги увидите читаете регулярно то там то сям то один склад сгорел то какой-то завод пострадал то мост то железная дорога и так далее ну заглянул я посмотрел о чем идет речь статья принадлежит перу джека мёрфи джек мёрфи это бывший боец рейнджеров из рейнджерс зеленых беретов он был снайпером в звании сержанта и теперь он переквалифицировался как он себя называет журналист расследователь самом деле он недавно написал книгу о своих подвигах которая вышла это первое издательство номер один соединенных штатов в мире саймон и шустер кстати я там же имел честь опубликовать свою книгу то есть там фанеру не принимают любой американский политик сенатор конгрессмен будет считать честью если его мемуары там будут опубликованы видимо талантливый человек ему было что сказать но тем не менее сержант вот запомните это это не какой-то генерал с какими-то страшными связями наверху так вот ссылаясь на свои связи в разведсообществе и все спецслужбах соединенных штатах но написал статью которая называется цру использует спецслужбу европейского союзника по нато для проведения тайной диверсионной кампании в россии под руководством цру так утверждает бывшие сотрудниками имеет американской разведки и военные ну первый вопрос который я себе задал с какой если это так и есть то это операция причем он он о чем он говорит давайте вообще сначала скажу о чем какой размах операции из этой статьи следует что много-много лет назад цру и спецслужба вот этой страны не названа европейская нато создали целую сеть надо полагать обширную если это целая сеть спящих ячеек диверсантов на территории российской федерации и после 24 февраля они были разбужены и было дано указание они пошли вскрыли тайники давнего залегания долгосрочные тайники есть такое которое закладывается на годы вытащили оттуда необходимое снаряжение боеприпасы взрывчатые вещества и начали вот это как бы эту кампанию самодажа по территории российской федерации но когда это прочел у меня волосом стали дыбом от ужаса я понял что эта сказка это для чередой книги наверно заготовка потому что но я вам скажу так в годы холодной войны когда действительно работали в спецслужбы всего нато лучшая спецслужба британская американская для того чтобы создать эту сеть это никак не получилось тут дай бог одного завербовать двух завербовать о том чтобы создать целую сеть чтобы затащить на территорию россии взрывчатые вещества оружия заложить эти тайники долгосрочного залегания это из области кино джеймс бонд вот что-то примерно такое теперь значит ну какая-то страна нато может быть великобритания ну так с натяжкой польши хотя я очень сомневаюсь ну давайте скорее всего великобритания вот она понадобилась для того чтобы циру сделать типа прокладку чтобы ноги циру не росли но кто ж там работает там в конце концов значит и даже цируи спецслужбы великобритании не сами это все делали оказывается там еще были участвуют в этом деле украинские спецслужбы но поскольку там вот эти сети которые до дальнего залегания в россии то есть получается что это и не украинский гур на постоянной основе там спит и ждет пока его разбудит то есть видимо гур еще вербовал короче говоря это вот такое громадье а система но так просто не делается жизни потому что вы видите сколько циру британская разведка гур потом вот эти спящие то есть такая цепочка которая не может в принципе работать нормально потому что там малейшее что-то не так и все но ломается то есть функционально это не может работать и не может привести к созданию вот этой якобы сети возможно не исключаю из этого что может быть кое-какие диверсионные акты на территории российской федерации были осуществлены гуром министерства обороны украины но это никак не долго не 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 ячейки глубокого и долгого залегания которыми руководит разведслужба одной из европейских стран нато под общему руководством цару второй вопрос но даже если бы это и было если бы представить там отбросить фантазию сомнения в сторону допустим это было но какие бывшие сотрудники американской разведки и военные сколько их должно быть из какой стати они потянутся к бывшему снайперу сержанту зеленых беретов вот это самый большой вопрос который у меня появился то есть это если бы это все было это было бы операция такого приоритета высочайшего на нем знали бы единицы и они держали бы язык за зубами а так в общем мое впечатление человек написал книгу кстати не вышла на вот только готовится хотя предварительная подписка на нее уже уже идет мне он ее рекламирует сержант открыл свою страницу интернет где он уже рекламирует и предлагает начать подписку предварительно на эту книгу ну и он написал эту статью по его собственным словам с этой статьей он попытался войти в контакт с несколькими газетами куличая нью-йорк таймс ну и судя по всему отовсюду его послали и в результате она была написана то есть напечатана на его на его собственной странице вот собственно говоря вся история поэтому я думаю что не так все это красочно и эффектно как хотелось бы себе обхватить хотелось бы не скрою представить но еще одна интересная одно интересное событие произошло в плане китайско-российско-американских отношений я вам рассказывал и неоднократно о таком ресурсе интернет ресурсе в америке под названием национальный интерес the national interest я вам рассказывал кто его создал то есть фактически это боевой листок активных мероприятий российских спецслужб кремля которая существует уже много времени руководитель основатель дмитрий саймс там последнее время некоторые после того как после 6 января этой попытки трампистов совершить здесь поднять мятеж вернее они подняли его но государственный переворот не удалось сделать сам спадался в бегах после этого бега после этого юридически разные там изменения произошли и тем не менее по моим наблюдениям это по-прежнему ресурс используется для активных мероприятий и кстати на это обратили внимание дальше расскажу в комментариях и вдруг на этом ресурсе появляется статья посла китая соединенных штатах циньгана с какой стать вот для меня это самый большой вопрос то есть неужели китайская разведка не знает что это за ресурс зачем мараться а него вот что посол китая с теми деньгами которые есть китая спокойно мог посольство могло заплатить там 100 тысяч долларов и купить себе для рекламы целую полосу целую страницу вашингтон пост нью-йорк-таймс и уважаемой газете опубликовать свою важную статью с изложением важных месседжей для американской стороны зачем ему нужно было вот этот боевой листок вот это это загадка то есть допускаю что кремлевские или российские спецслужбы обратились китайской стороне с идеей совершения активного мероприятия и передали значит и внушили как-то китайцам что давайте это сделаем вот у нас есть такой ресурс здесь в вашингтоне белом доме других правительственных учреждениях знает что это наш ресурс и это придаст дополнительное влияние и важность вашему месседжу наверное так иначе иначе но трудно просто с ней ну и что же здесь было видимо россияне хотели поучаствовать в этой статье чтобы заложить через посла китая довести до американцев свою точку свой месседж свое активное мероприятие но давайте попытаемся разобраться кто что здесь сказал и что в результате получилось ну китайцы они конечно никак не могут позволить шавки жучки руководить драконов на поэтому они использовали для доведения своих тезисов и они примечательны и те тезисы которые есть китайские обращенные к америке они не должны понравиться кремлю чем они заключаются ну смотрите какой блеск китайцы американцы как жители одного мира должны прислушаться друг другу искать способ владить на основе взаимного уважения мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества то есть это продолжение вот той линии протягивания пальмовой ветви о которой я вам рассказывал и которая отчетливо проявилась после двадцатого съезда кпк совершенно недавнего и которые так не нравится в кремле и там есть хорошие китаисты бывшие хорошие которых теперь взял на содержание кремль и которые теперь чуть ли не через через одну передачу на соловьеном помете доказывают что это не так то есть никакого там сближения китайцев попытки китайцев смягчить отношения с америка и нет наоборот китай но прямо вот в теснейших объятиях пребывает с российской федерацией не нравится москве этот тезис китайцы его донесли на канале российских активных мероприятий дальше значит китайский посол говорит что это стратегическая линия поскольку об этом говорилось на двадцатом съезде кпк дальше еще мир китайцы выдвигают новую концепцию мира помните я вам рассказывал и американцы считать вам рассказывал американскую точку зрения о том что китайцы хотят отколоть часть нынешнего единого мира том миропорядке в котором есть который возник после второй мировой войны они хотят отколоть частичку от него где будет главным китай и будет у него на побегушках качестве подзаборной жучки путин будет кошмаре там когда надо приличных людей в другом мире так вот значит это американская точка зрения и они это опасаются и именно поэтому они считают что про зародышем что ли вот этого отколовшийся мира будет шосс и китаю там нужен путин и поэтому путин хоть чемодан старый неприятно пахнущий потертый но 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 надо надо его нельзя его выбросить вот из этой цели теперь теперь китайцы говорят что нет господа нам не нужна такая картина мира они говорят о том что мир должен быть единым они не собираются откалываться от него и они не собираются стать самой главной державой в этом мире они не собираются за это конкурировать они считают что то есть они провозглашают они присоединяются западной теории о том что нельзя вести политику как игру с нулевым с нулевой суммой то есть когда значит из которой если ты выигрываешь значит другой проигрывает так нельзя то есть надо проводить политику когда все довольны все выигрывают это мир взгляд на мир как пишет посол как на общество с общими с общим будущим и это естественным образом ведет к открытости и взаимовыгодному сотрудничеству послу пришлось обратиться значит к острым вопросам которые китайцев обвиняет запад и в частности америка объясняя ухудшение отношений и объявление китая главным соперником 21 века но в частности тайваньский вопрос он говорит что но не мы поднимает китайский вопрос он был создан не нами мы не нарушали статус кво статус кво это вот мы единый китай а та статус кво единого китая нарушают сепаратисты на тайване и теми за границей кто их подстрекает в их сепаратистских устремлениях а что значит сепаратистские устремления ведь соединенные штаты не признают китая тайвань отдельным государством они считают его частью китая но они считают что нужно сохранить вот это статус кво то есть пусть она будет считаться тайвань пусть считается частью единого китая но существует отдельно потому что это статус кво вот так народ выбрал и в принципе из этого послания китайского посла протекает что ну должен быть статус кво мы не хотим его нарушать то есть видимо если дальше раскрутить его задал дополнительный вопрос этому послу то есть если тайвань не будет добиваться признания себя суверенным независимым государством будет это достаточно для пекина чтобы сказать это статус кво и окей вот этот самый главный вопрос но здесь он фактически дает ну пол шага вперед делает в этом направлении но и дальше он говорит что мы не проведем не проводим никакую там агрессивные агрессивную политику в южно-китайском море восточно китайском море в общем все 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 нормально мир дружба жвачка с америкой самое главное здесь же было изложено и российское вот видимо здесь то есть до сих пор это то что китай излагал свою позицию я бы сказал новую ну не то что принципиально новую но с новыми нюансами миролюбивыми нюансами окрашены таки роза голубые тона в отношении соединенных штатов америки и вот наконец то есть рашин российская тезис российский тезис в этом послании первостепенной задачей как сказал написал посол состоит в организации мирных переговоров между россии и украиной а также диалог необходимо начать диалог между сша и с нато и россией вот такая точка зрения такой месседж который китай доносит до соединенных штатов америки вокруг него можно работать спрашивать детали какие мирные переговоры между россией и украиной на каких основаниях должны ли были там предварительные условия и что имеется ввиду по ними за фиксирование того фиксации в ходе их того что россия называет признанием реальности или же соблюдение норм международного права и в связи с этим вывод всех российских войск с территории украины в качестве предварительного условия этих переговоров вот здесь я думаю можно было бы и поинтересоваться у у посла ну и последнее последняя значит важная мысль то есть россияне опубликовали в своих разных ресурсах интернет ресурсов пересказ этой статьи но там не было вот чего в российском варианте не было одного пассажа как подчеркнул президент си цзиньпин на встрече с президентом байденом на бали прошлом месяце мир достаточно велик чтобы две великие страны могли развиваться и процветать вместе китайско-американские отношения не должны быть игрой с нулевой суммой в которой одна сторона преодолевает или побеждает другую или процветает за счет другой стороны и главное китай соединенные штаты настоящее время имеют больше общих интересов чем различий из чего бы я мог сделать вывод а при чем здесь вообще россия путин то есть две великие державы которые могут сказать найти общий язык ну как годы с холодной войны советский союз и китай а все остальное это на втором месте вот и сейчас то есть китайцы ставить вопрос возвращению мироустройства к тому времени когда были две сверхдержавы которые вместе с собой значит как-то ладили но отсюда полностью выпадает россия путинская россия и путин и это для них катастрофа просто и вот именно поэтому я думаю что этот пассаж напрочь отсутствовал в российской версии возложения этой статьи во всяком случае в тех которые близки кремлю те которые подальше может быть там и есть я не знаю потому что материал то в принципе открытый в интернете висит по этому поводу британское издание spectators она считается таким изданием которое любит публиковать противоречивые и острые материалы прокомментировала эту статью причем следующим образом она называла что статья опубликована это пропагандистская статья посла китая в сша которая опубликована в здании the national interest но у меня такое впечатление что они не знают что такое the national interest хотя поняли что эта статья пропагандистская так вот обращается внимание что эта статья была опубликована всего через один день после того как семьдесят один военный самолет и семь военных кораблей китая вторглись воздушное соответственно в морское пространство тайвань а то есть она была одна из крупнейших провокаций из чего значит дальше перечисляет автор статьи в британском spectator что эта статья также появилась ну вскоре после того как возле базы японской базы окинава где базируется там же еще американский флот базировался современных течений второй мировой войны так вот там была проведена целая серия учений китайских которые были задействованы авианосец два эсминца корвет и какое-то там количество самолетов и вертолетов целая серия достаточно крупное учение до 180 истребителей там учился дай бог ну и там южном в южно-китайском море продолжились какие-то работы по намыванию островов и их освоение для военной инфраструктуры из этого значит следует по словам авторы статьи что это статья является отражением системного искажения истины когда слова которые произносятся формально имеют одно значение но на самом деле они имеют другое значение или используется для того чтобы прикрыть свои реальные действия и реальные интересы как это похоже правда посреди с тем что делает российская федерация что делает путин и вся его камарилья один и тот же почерк если действительно исходить из того вот как трактует эту китайскую статью британские британское издание нам было бы мудро и разумно смотреть и слушать то что говорят и пишут китайские лидеры но только в контексте их действий которые как мы знаем говорят громче слов вот такое скептическая и острая реакция повторяю значит спектейтер он считается очень изданием для очень острых статей противоречивых которые вызывают споры которые не безупречны но вот такая точка зрения я бы все-таки поработал если бы я был во внешнеполитическом ведомстве скажем так соединенных штатах или на украине допустим я бы все-таки попытался раскрутить потому что ну каждому вопросу есть два варианта подхода как статье как выступление каждому событию можно увидеть в причину вот как увидел британский спектейтер до сразу после учений до сразу после вторжения воздушное это но может быть там есть крупица какой-то элемент зацепившись за который можно раскрутить историю и повернуть ее в противоположном направлении кто его знает будущее покажет вот на этом дорогие друзья позвольте закончить сегодняшнее видео медленно но неуклонно все движется к победе так или иначе слава украине и вооруженным силам враг будет разбит победа будет за нами мордор как их карфаген в свое время будет разрушен вам дорогие друзья выдержки мужества и веры в том что победа будет наших руках ну и жду жду ваших соображений пожеланий и потом примерно примерно где-то часа через два я сделаю пост с объявлением конкретного времени моего завтрашнего стрима присылайте туда вопросы ну и до встречи завтра до свидания